Друзья, всем здравствуйте, вы смотрите канал Политека, как всегда, благодарим вас за ваше внимание, за ваше доверие, не забудьте этому видео, поставите лайк, подписаться на канал и пишите ваши вопросы или комментарии, для нас это очень важно. Сегодня с нами на связи Мария Максакова, Мария рад видеть и с прошедшими праздниками у вас, да и с теми, которые грядут в этом году. Здравствуйте, Эдуард, взаимно рада вас видеть и я приветствую нашу аудиторию. Друзья, кто не в курсе, у Марии также есть свой YouTube-канал, который поэтапно развивается и мы приглашаем вас, чтобы вы также стали частью этой большой команды, которая будет поддерживать Марию, поэтому обязательно, друзья, найдите в поисковой строке Мария Максакова, подпишитесь, осматривайте материал и с многими интересными гостями Мария общается и также многие интересные вещи поднимают в своих эфирах. Мария. Любезно с вашей стороны, Эдуард, спасибо, благодарю вас. Спасибо вам за согласие в участии в этой программе. Мы начнем с довольно, возможно, такой и позитивной, с другой стороны, и мимолетной темы, поскольку появилось видео, как сегодня, 10 января, человек кричал «Слава Украине!», но не где-то на территории Украины, а на самой Красной площади в Москве. И московская милиция быстро отреагировала мужчину через 3 минуты, упаковали этого отважного, как уже начали писать, что мужчина смог лишь только 3 минуты. Так вот, скажите, пожалуйста, это единичный случай? Это, возможно, еще, как говорят, такое послевкусие от праздника мужчина еще не оправился и немножко напит пытку, я кажусь, в Украине? Возможно, такой у него перформанс. Или просто не понимал, что он делает? Я думаю, как раз-таки, что такой отважный мужчина смог бы и гораздо больше, чем 3 минуты, если бы его не скрутили опричники, которые, кстати сказать, очень следят за тем, что происходит на вот этой макабрической краснокровавой площади. Не будем забывать, что это не только погост и зекурат, в котором хранится распотрошенная тушка некогда вождя мирового пролетариата, но и кремлевский колумбарий, то есть стена, в которой заточены, значит, вот эти урны с прахом, а также целое кладбище около нее. Поэтому это раньше было чрезвычайно престижным для советского человека быть похороненным в районе кремлевской стены. Это вот лучше даже, чем какое-нибудь Ваганьковское кладбище или какое-то там еще Новодевичье, какие там еще есть из престижных. Вот, ну даже бытовал такой анекдот, когда теща говорит дятю о том, что она желает быть похоронена у кремлевской стены, и тот ей отвечает, что он договорился, но лечь надо завтра. Поэтому это такие вот уже, так сказать, народные фольклор, народные шутки на эту тему. Но, тем не менее, как ни крути, Красная площадь, она всячески поддерживается этой макабрической системой, как какое-то сакральное местечко. Так они себе это выдумали. Ну, надо сказать, что какие-то там столетия ранее это местечко действительно знавало довольно-таки кровавых сцен. Там и накол сажали, и чего там только не происходило на этом лобном месте. Ну, в общем, хочу сказать, что из глубины веков тянется эта вся история. Поэтому прийти, так сказать, в центр этого зла, в какое-то просто, наверное, окно, провал в преисподнюю, что ли, и там провозгласить, важные слова сказать. Ну, это сродни, наверное, тех, которые в Советском Союзе вышли в поддержку свободы в Чехословакии. Тогда еще это была одна страна, Чехия и Словакия. И туда в 68-м году советские решили ввести танки. И вот нашлось семь отважных человек, которые вышли на эту самую Красную площадь. Я сейчас не возьмусь вам рассказать о деталях, чем это для них закончилось лично. Но я всегда вспоминала об этих людях, думала, где же эти семь человек вот сейчас, особенно в 2022 году, в феврале, так не хватало их. Ну, видите, может быть, с опозданием большим, но тем не менее, как вам бы сказать, ну, не то чтобы там, я не хотела бы сейчас про этого медведя, который из спячки вылезает, но какие-то такие аналогии все-таки провести придется. Потому что, ну, понимаете, не то чтобы, как это Герцен и колокол, а вот, так сказать, и русская вот эта революция. Но дело все в том, что два года, я не знаю, чем они, о чем думали, этого не хватало крайне. В медийном поле было мало вот каких-то свидетельств того, что они действительно наконец-то, ну, хотя бы устали от того, что с ними там вытворяют. То есть тут надо же брать в расчет все факторы всех этих черных лебедей, которые, в общем-то, слетаются на Красную площадь вместе с этим отважным человеком, который прокричал единственные возможные слова. Хотелось бы, конечно, чтобы на Красной площади эти слова прокричал не один человек, а несколько тысяч сразу. И я вас уверяю, что в таком случае власть была бы в крайне затруднительном положении. Можно было бы добавить к этому прекрасному другу еще и власти «Уходи». И тогда бы власть – это крысиное логово. Куда бы им было деваться, они больше всего, как ни крути, боятся этих протестов. Две силы, одна из них героическая, вызывающая полный восторг во всем мире – это украинский народ и вооруженные силы Украины, которые каждую секунду знают, что им делать, которые понимают свою миссию, которые на своих плечах выносят все бремя, всю борьбу за цивилизацию. Не просто за свою свободу, но и, в общем-то, за Европу, за цивилизационный выбор. Ну и вот эта контрастная совершенно апатия со стороны узурпированных, подданных Путина, так что ли надо говорить, это, конечно, всегда производит какое-то адское впечатление, потому что непонятно, как могут внутри вот эти вот уже замерзающие, недоедающие, у которых нет ничего, кроме каких-то министерств лженауки и злокачественного новообразования, вот это все, этот макабрический ужас с фуражкой Гитлера в главном храме Министерства войны. Вот это здесь абсурд, сколько можно вообще на это смотреть. Эти старцы, эти гнилые, совершенно протухшие, бывшие уже, по большому счету, вот эти, как их сказать, хладнокровные убийцы в чекистской форме, а ныне просто разлагающиеся кадавры, которые боятся друг друга и тем более боятся своего, разумеется, народа. Даже одного человека, который вышел, осмелился на Красную площадь и сказал важные слова. Теперь по поводу, наверное, надо поговорить в целом о том, почему, например, эти вообще возникают какие-то такие островки надежды, вот эти ласточки, которые дают надежду, что вот-вот прилетят еще и черные лебеди им во след. Я бы хотела подчеркнуть, что общее страшное утомление от Путина, оно совершенно колоссально. И как ни странно, я лично в это уже перестала верить, потому что, понимаете, два года, особенно первое время, все старались отчаянно рассказать, ну, казалось, что, может, они действительно там в каком-то информационном вакууме не понимают, что на самом деле они делают, что это преступление величайшее международное, что они грабители, убийцы, и что они сами являются финансистами этой войны, как ни крути, потому что налогоплательщик лежит в корне этого зла. То есть российские налоги теперь, кстати, сказать о ней раньше, очень многое выходило с закрытыми статьями, и даже депутаты Государственной Думы не знали, по большому счету, какое количество денег уходит в результате на разнообразные силовые структуры. Но нынче это приобрело какие-то адские совершенно формы, потому что эти бюджеты, которые даже официально сверстаны, и с ними можно ознакомиться, они уже напоминают советские бюджеты самого позднего периода, уже недодолго перед развалом, когда в ущерб всему остальному тратились деньги исключительно на, ну, знаете, как это сказать, на все сразу структуры, но и в частности на Министерство обороны, на ВПК и так далее. И это было причиной, почему это утомило, в конце концов, людей, и никто не вышел в поддержку этого Советского Союза. Он же развалился, как бы пал буквально мгновенно. То есть хотя в основном, вот так сказать, обитатели этого Советского Союза были там членами партии и там рассказывали на всяких своих там партсобраниях о преданности этой пролетарской идеи, но в конце концов никто же даже не пошевелился и даже не подумал о том, чтобы спасать вот это ужасное явление, порабощающее волю, запрещающую свободу слова, колосс на глиняных ногах, который был построен на страхе лжи. Ничем сегодня не отличается вот эта их построенная система, нежели вот этот совок самых вот последних месяцев своего существования. Поэтому ласточки, о которых я говорю, мне кажется, стоит замечать. Во-первых, это, конечно, опросы, которые проводит мой коллега по ночному обзору Алексей Лушников. Он у себя в Телеграм-канале проводит очень массовые опросы. Там участвуют 100 тысяч и более человек, респондентов. Из этих опросов можно подчеркнуть первое, что Путин смертельно надоел и 77% считают, что счастьем будет, когда он сдохнет в тот день. Также был проведен опрос по поводу того, за кого бы они отдали голоса, если бы проводились честные выборы. Путин набрал в этом опросе 1%. Дальше многие известные личности набирали больше, как там, например, Галкин. Ну, в общем, наверное, можно приводить всех в пример, потому что он действительно постарался очень дать большую палитру. В конце концов, во второй тур вышел Алексей Навальный и Евгений Ройзман. И во втором туре Евгений Ройзман победил почти в два раза набрав 66, по-моему, процентов голосов. То есть это говорит о том, что настолько он уже утомил, что даже апатичный, напуганный, репрессированный, какой угодно, спящий вот этот народ все равно уже устал от этого всего. В конце концов, ситуация заключается в том, что им приходится навязывать себя уже для внутреннего потребления фактически чёрным пиаром и, ну, я не знаю, хайпом или как это называется теперь уже. То есть, например, никто не был готов вообще слушать вот это предвыборное, ой, как это называется, новогоднее обращение оборотня. Никому это было не интересно. И вот эти три с небольшим минутки отборного бреда в итоге произнесла голограмма, то есть какой-то дипфейк, отвлечение внимания на негодный дипфейк. И все бросились друг другу пересылать вот это видео с одной целью. Нет, ну вы видели? Там зоб скачет по вороту рубашки. Вы видели? Это же голограмма, он не настоящий, это фейк. То есть, если бы не этот, как бы вам сказать, метод, в общем-то, черного пиара, вообще никто бы не стал смотреть, никто, то есть там вообще были провальные показатели. То же самое можно сказать про голую вечеринку. Ее провели до новогода голубого огонька, чтобы все, нарезая драгоценные, уже можно сказать, золотые яйца, которых явно не хватало для всех салатов, только и смотрели. Нет, ну вы посмотрите, богатые тоже плачут. Действительно-таки вырезали вавилонскую блудницу самопровозглашенного короля российской эстрады из всех эфиров. Вот ради этого все провернули с арестами, с провокаторшей Собчак, которая параллельно сожрала свою конкурентку Ивлееву. То есть весь этот трэш был продемонстрирован для того, чтобы обыватель, нарезая салаты и вот выходя в новогоднюю вот эту свою, как это сказать, пляску, смотрел вот этот самый центральный канал для того, чтобы для себя сделать выводы. Ну неужели богатые тоже плачут? Значит, это такой, видимо, подарочек под елку с завистливым и гораздо менее обеспеченным россиянам. Ну и вот мы имеем результат. То есть результат какой? Он никому не интересен, не нужен, его навязывают. И один последний вопрос, на который надо ответить. А зачем? Если у них все схвачено, и вот эти выборы или не выборы, как их назвать, балаган в марте, так или иначе, при желании или без такового, проведет репрессивная машина при помощи бюджетников и вот этих учителей, вот этой системы, как я уже сказала, злокачественного новообразования, которые сидят и фальсифицируют результаты в избирательных комиссиях, вот, казалось бы, для чего тогда устраивать этот еще дополнительный весь перформанс? А я вам скажу, для чего. Дело в том, что Путин раскормил очень сильно всяких там олигархов. Да, конечно, сервильных, лояльных. Понятное дело, что они сидят на каких-то потоках, которые Путин им дал в качестве жирных кусков. Между собой они конкурируют, создавая разные конгломерации и сражаясь с конкурентами, которые тоже хотели бы этот самый жирный кусок освоить, как это у них называется, а проще сказать, украсть. И вывести, разумеется, куда-то там на столь критикуемый ими Запад. Куда теперь они, конечно же, не имеют доступа или, во всяком случае, приходится так изощряться, что хотя бы какой-то там дальний родственник смог бы что-то там, ну как бы это вам сказать, использовать или как-то, может быть, хоть во что-то вывести более доступное. То есть это уже, так сказать, цирковые номера, которые они проделывают. Путин, разумеется, им очень тоже надоел, потому что не дает возможности дотянуться до тех активов, которые они столь кропотливо собирали на вот этом самом нелюбимом, как они декларируют, Западе, некоторые не одно десятилетие, а даже, можно сказать, целых три. Поэтому они вынуждены застыть в этой паузе, так как Путин им, ну как бы это сказать, Фовов, это по-немецки, он им такой вызов, что ли, вызов, да, вот, бросил, что, дескать, вы воруете, пока меня любят или терпят, или я популярен. У обывателя, у этого самого российского народа, который вы так изощренно грабите много лет. Вот пока я, соответственно, среди этих самых, как бы это сказать, узурпированных, подданных, пока я популярен, вот столько вы и можете заниматься вашими делишками. И поэтому он им преподносит вот этот балаган. Сейчас я вам продемонстрирую, насколько я там любим. Вот за меня, и тут начинаются показатели адские, то есть администрация президента, это такое, как бы это сказать, тоже злокачественное новообразование, не прописанное ни в одном вообще законодательном акте. То есть это отсутствующая площадка, например, в Конституции. Нет там такого. Но, тем не менее, именно там все решается. И вот там они рисуют проценты, которые он должен получить. Причем эти проценты отправляются губернатору, который должен выполнить нереальный совершенно вот этот их план, потому что дорисовывать в этом случае. Давайте возьмем, еще раз помним, Лушникова придется. Ну, хорошо, я согласна. Там у него набивается, допустим, все-таки зритель оппозиционный. Но даже если мы сделаем поправку на всех бюджетников, то из одного процента, ну, хорошо, даже если, вернее, плохо, ну, предположим, получится 15-20, ладно. Но 60-то процентов все равно надо будет этим всем губернаторам каким-то образом дорисовывать. То есть у них у всех там паника. Но самое страшное и самое вот такое чувствительное, это то, что все эти жирные олигархи, силовики, там, я не знаю, какие-то прикормленные, все эти системы, которые они давно уже выстроили, и по сути это является каждый раз башенкой, их называют башнями Кремля, не зря, потому что это такие государства в государстве, они все тоже имеют свои щупальца в каждом регионе. Они могут не хуже или даже лучше любых там пропагандистов или каких-то прикормленных вот этих вот опросов общественного мнения сами провести любые замеры непосредственно там, где им интересно, в любом регионе. И, конечно же, они их уже провели, понятно, они уже знают, что король голый. Это им уже известно, и вот теперь эта администрация в адском положении, находясь, пытается вывернуться. Ей надо продемонстрировать, ну что же вы такое рассказываете, там, Семен Семенович, как же не популярен. Вот гляньте, сколько посмотрела новогодний ты ролик, а почему все? Ну это мы опускаем, что это потому, что все только и смотрели ради того, чтобы удостовериться, что это голограмма, какая наглость. То же самое с новогодними этими огоньками, новогодними голубыми огоньками. Все ровным счетом творится ради того, чтобы хотя бы временно, временно создать иллюзию, что хоть кто-то еще это смотрит, но это все не так. И поэтому вот пузырь, который как бы они не раздували, он уже на максимальном своем натяжении находится, он вот-вот лопнет. И все эти прикормленные, раскормленные, или даже, можем сказать, надувшиеся кровью деньгами клопы жирные, они уже все подбираются к горлу пляшевого вождя, потому что уже понятно, что то, что он им хотел было продемонстрировать, является таким же дипфейком, как его новогоднее, так называемое, обращение. Все уже прекрасно понимают, что не будет там никакой поддержки, что они планируют рисовать 60 и более процентов вот этих самых пунктов на своем вот этом балагане мартовском. Мартовские иды. Вот что, я думаю, ожидает. Не то чтобы не популярного, это даже мало сказать, набрытшего, вот доскомины надоевшего уже всем абсолютно. И тут возникает такая возможность, я бы даже сказала, окно, которое продлится, собственно, до конца марта, потому что если, не дай бог, он умудрится себя переназначить, что он начнет такие репрессии с апреля, что все, что он делал до сих пор, покажется только репетицией к 37-му году. И вот тут, в этот вот период, надо понимать, что, конечно, лучше было бы, если бы велась соответствующая разъяснительная работа, более качественную, и вот протестные, существующие, уже очень даже яркие признаки этого, если бы они, понимаете, как не уходили в песок страха доносительства и репрессий, все боятся друг друга, трудно им там объединяться, потому что каждый раз это всякому отважному человеку стоит в итоге заточение и репрессий. Но на самом-то деле их настолько много, что уже ни одна Росгвардия, как я думаю, в случае, если бы они действительно все вышли, не успевала бы по большому пространству одной восьмой Мордора бегать и тушить эти воспламеняющиеся островки, к этому надо, наверное, добавить, что они не, как правило, они все-таки не встают снизу, и поэтому любые вот эти ощущения перемен этого ветра, они, как правило, все равно приходят откуда-то, ну, из так называемого политбюро. То есть уже настолько шатается вот этот колосс на глиняных ногах, большой трон под очень маленьким человечком, что это замечает его ближайшее окружение, и он надоел им в том числе. Поэтому я исхожу из того, что складывается из многих, конечно, компонентов, это кумулятивный эффект многих лебедей, складывается то, что мы сегодня обсуждаем. И вот один из них, этих чёрных лебедей, сегодня оказался на Красной площади, когда он вот на этой краснокровавой макабрической площади сказал столь важные слова, которые, я убеждена, сказали бы все, например, 77% опрошенных Алексеем Лушниковым, которые просто написали, что лучший день в их жизни, день счастья, это когда бы Путин сдох. Разумеется, он когда-то сдохнет, может быть, доставлен в ГАГу. Это уже, так скажем, вот уж настоящий спектакль, а не разыгранный, как они хотят, который, вполне возможно, мы с вами очень скоро увидим. И только одно хотела бы добавить, это то, что все зарождающиеся вот такие островки истинного противостояния, они, конечно, недостаточно видны или этим недостаточно занимается российская оппозиция. Я хочу привести в пример Валерию Ильичну Новодворскую и Валерия Терехова, которые вот тогда, когда, ну, заканчивалась, так скажем, советская власть, умудрились вывести на площади, на площадь Ленинграда, например, более двухсот милиционеров, которые, ну, бунтовали против репрессий. То есть, если бы все то же самое адресно проводила российская оппозиция, и в частности, протест, который достаточно сильно нарастает, я про женщин, там, жены или матерей, как их уж назвать, которые раньше требовали комфортных условий, в которых бы их орко-самцы дальше продолжали геноцид украинского народа, убийства, грабежи и мародерства, то теперь у них поменялись требования. Они теперь, увидев, что вождь глух к их требованиям, они теперь уже начинают писать совершенно другие вещи. А зачем, пишут они, нужна вообще эта война? Вот они обращаются к Кремлю. Вам надо? Вот вы идите, куда вам надо. А мы больше не хотим. Вот я считаю, что вот эти все островки протеста и такие, тем более, показательные, как сегодняшний, это всё сигналы, которыми самое время воспользоваться тем, кто действительно хочет, хочет освободить заняты этим или делом своей жизни провозгласили это, я про российскую оппозицию, то им бы впору, наверное, перестать между собой спорить о филигранности формулировок, с которыми они намереваются как-то действовать или приходить в какие-то новые формы. Вот я думаю, что им бы самое время взять пример с Новодворской и начать срочно, адресно работать с этими целевыми аудиториями. Я сейчас говорю не только про женщин, о которых я сказала, но также и об учителях, которые наполняют собой преступные избирательные комиссии, о врачах, которые находятся в каждом утилизационном пункте, описывая, годен или не годен кто-либо для чего-либо. Вот эти все формы коммуникации в тысячу раз упрощены по сравнению с тем, как это было в конце Советского Союза. Теперь есть социальные сети, теперь есть огромные площадки, которые все еще доступны. И таким образом это в разы упрощает коммуникацию. Я думаю, что самое время дать ощущение тем, которые готовы выйти наконец-то не в количестве одного человека, а массово, и сказать этой преступной путинской власти «Уходи!» Им надо дать ощущение, что их не так уж и мало, что полностью соответствует действительности. К сожалению, пропаганда умудряется навязать свой шаблон, что это какие-то единичные случаи. Но то, что я вам описала и то, что я вам рассказала про опросы у Алексея Лушникова это одно, но даже опросы, которые они официально проводят, так называемая «Рашенфилд», организация, которая провела опрос, и удостоверилась в том, что более 50% респондентов против того, что они называют СВО, по сути, является это все войной, вот им это надоело, они этого больше не хотят. И даже их официальный опрос это подтверждает. Поэтому, мне кажется, надо пользоваться теми тремя месяцами, которые у нас впереди, и пускай эти иды будут, пускай этот март превратится в мартовские иды. Мы очень на это надеемся, будем все к этому, все прикладывать усилия. А в то же время, Мария, я хочу на последок спросить вас кратко. После начала полномасштабной войны с Украиной у россиян резко вырос интерес к эзотерике, к культным наукам. За 22 год по разной информации в среднем россияне потратили на подобные курсы или услуги около 6,5 миллиардов рублей. Это, мне кажется, такой вроде и не уникальный случай, но с другой стороны интересный. Почему вера в целителей, какие-то такие мистические силы как раз в это время активизировалась в Российской Федерации? Начнем с того, что малообразованный такой темный народ очень падок на все эти сугестии. такой расхожий товар. И я бы хотела подчеркнуть, что ячейки такие ФСБшные, а раньше КГБшные, это все-таки официальная доктрина и религия, вот эта РПЦ, которая полностью как-то сплелась с АУЕшными скрепами, превратилась в филиал ФСБ, и вот каждый, так сказать, район, каждый какой-то небольшой, я не знаю, там небольшое компактное проживание, у каждого там уже есть какая-то дворовая церковь или вот что-то такое. Там давным-давно уже не хватает, видимо, семинаристов, и мне кажется, берут таких всяких отцов-звездоньев, это если цитировать Москва 2042, а так по большому счету Глеб Якунин, правозащитник и священник, расследуя ГКЧП наткнулся на архивы, где выяснил, что все маломальски какие-то имеющие, ну, хоть там сан выше среднего, уже являлись не просто, как бы это сказать, доносителями, которые, конечно же, никакую тайну исповеди не соблюдали, а просто откровенными сотрудниками ФСБ, и тут надо понимать, что они преподносили вот эту вот доктрину, для того, чтобы качественно этим заниматься, ну, семинария, академия и так далее, там длинный путь, для того, чтобы на каждый вполне резонно возникающий вопрос по поводу всех этих чудес давать какой-то такой же обастованный ответ из глубины веков, значит, приправляя все это какими-то откровениями, мощами, чудесами и всем прочим. Но, разумеется, в школе КГБ так подробно ничего этому не обучали, поэтому у них упал рынок вот этих оказываемых услуг до очень низкого. И на примитивные вопросы возникали еще более примитивные ответы. Ну и, соответственно, рынок других услуг, более гибких, оказался изворотливее намного, и стали они, конечно, популярнее, потому что они, я имею в виду, все эти шаманы, гадалки, маги, которые, впрочем, точно так же сотрудничают с ФСБ, это было тоже все заведено еще с советских времен, и даже нынешний патриарх, так называемый Гундяев, по, кстати, с позывным агент Михайлов, он любил чаевничать с Джуны Давидашвили, видимо, обменивались опытом, как лучшие и эффективнее одурачивать паству. Ну, а может быть, он пользовался какими-то черномагическими услугами для того, чтобы избавиться от своего главного конкурента и предшественника, патриарха Алексия, тоже с позывным, как бы мне сейчас его вспомнить, таким, такой же он, соответственно, сотрудник был, агент Михайлов, а тут, Дроздов, Риддигер. И таким образом, собственно, все вот эти, как бы это сказать, все эти убежденные в своей какой-то особенности, ведь есть и такие, есть, ну, прямо натурально с какими-то отклонениями, вот такие глубокие шизофреники, которые убеждены в том, что они обладают сверхъестественными способностями, вот, и такие особенно были всегда ценными для Лубянки, конечно, они были на карандаше всегда, в последнее время у них была какая-то известная на всю попсу гадалка некая Галина Павловна, которая сообщала им всем, что надо смириться, дескать, это надолго, режим минимум на 20 лет пришел этот такой вот репрессивный, поэтому изворачивайтесь, как хотите, но надо адаптироваться, это все вот последнее, так сказать, веяние, очень, кстати, некачественное, потому что я говорю, что рынок этих услуг в силу их общей темности, мало того, что это в целом торговля вымыслом, это мошенничество, мало этого, оно еще очень некачественно оказывается, и тем не менее поглощается с большим аппетитом, более того, те, которые кашу эту варят, уже сами ее готовы есть, это я сейчас говорю уже о разнообразных вот этих кукловодах даже, то есть поговаривают, что, к примеру, Кириенко уже перестал верить в свою главную, первую религию, то есть в саентологию, и куда-то переметнулся в индуистские какие-то культы, что, дескать, из Индии приезжает там какой-то сверх, так сказать, маг, и причем вот эти все как бы услуги оказываются совершенно вот с огромным, так сказать, с огромным колебанием цены, то есть пресс-курант может быть от нескольких тысяч рублей до миллионов, а иногда даже не рублей, поэтому Путин тоже очень падает на это всего, он любитель съездить на Афон, там ему что-то нашепчут, проведут перед его кортежем надрессированного осла, расскажут, какой он избранный, после этого он отправится в горбатую тайгу к своему главному предводителю шаманов, министру войны Шойгу, там они жертвоприношения приносят, жгут каких-то верблюдов, черные метки раздают, решают, кого они убьют первым, кого вторым, вот так, говорят, подскользнулся в итоге посмертно, он стал даже героем этого подскальзывания, Зиничев, по-моему, его фамилия, который возглавлял МЧС, а дальше они вот черную метку при таком же камлане присвоили Пригожину, кстати, он об этом прознал и в итоге двинулся, соответственно, со своим вот этим Пригожингом с единственной целью выкрасть хотя бы в Ростове Шойгу и Герасимова, хотя он главным образом хотел выкрасть Шойгу как своего конкурента, который умудрился во время камлания с Путиным присвоить ему метку, которую он узнал. И таким образом он не хотел, конечно же, как показалось вначале, никакого свержения, более того, он остановился у Москвы, а всё почему? Потому что Шойгу, как только ему донесли в форме, ну так сказать, предположения, что за ним охотится Пригожин и выходит на этот самый Пригожин, то тот моментально сбежал из этого Ростова, сразу же поверив в то, что это такое намерение есть и подготовленное некое действие уже запущено, в то время как Герасимов ещё посчитал, что это бред и решился всё-таки на вот этот вот на этот как это их сходка там у них называлась вот в Ростове и там чуть было не был пойман собственно, но как ни крути, как мы знаем, всё-таки метка сработала в конце концов, несмотря на попытку ей противостоять. Поэтому они там все поглощены. Ну, можно, конечно, привести в пример даже нацистскую Германию, которая тоже была очень ну, так сказать, на уровне уже официальной доктрины пронизана всем этим оккультным ну, как бы это вам сказать, маразмом, гипнозом, ужасом, кошмаром. Ну, и, наверное, если там это хотя бы какое-то время как-то вроде бы само по себе из разных из разных, как бы это сказать, возревало кружков, тогда это было ещё всё-таки достаточно модным явлением, то эти просто доктринально сверху берут всё худшее, в том числе самые страшные чудовищные образцы немецкой истории, вот, нацистской Германии, я имею в виду, берут в ту же фуражку Гитлера, помещают в храм так называемый, ну, вот в это макабрическое сооружение, и, ну, что тут сказать, они все погрязли, ну, не могут справиться с насущным, вот, самое натуральное, это генерал Мороз, который сейчас их всех там заморозит, это вообще просто какой-то бумеранг, они так хотели, мечтали заморозить Европу, они побили по инфраструктуре Украины, они сознательно всю зиму пытались уничтожить в Украине свет и тепло, а теперь замерзает Подмосковье, и дальше это двигается, я смотрю, что, как это сказать, генерал Мороз решил остаться дома и бумерангом исполнить все их чернородые помыслы и желания, но дальше, конечно, этому отцу, этому, как его сказать, генералу Морозу помогает полковник Курица, который исчез с прилавков вслед за яйцами, то есть дефицит это то, что в результате у них начнет действовать как самостоятельная сила, пока они все ходят по шаманам, по гадалкам, по прорицателям, по каким-то там священникам РПСшным и еще каким-то, ну, как это, я не знаю, даже сказать, мошенникам, наверное, так, которые им там рассказывают, что вот еще чуть-чуть, еще немного, но я вам скажу, что у меня появилась одна действительно настоящая магическая колода, я сейчас при вас ее раскрою, колода, которая, я уверена, подействует именно нужным образом, это аналог, наверное, была такая иракская колода, сейчас, я так знаю, главари Хамаса уже угодили, а это крысиная колода, ну, головорезы, кстати, эти террористы Хамаса уже во многом, во многом уже, так сказать, это логово эти обезглавленные, я думаю, что и дальше все будет происходить так же, а тут вот есть одна такая на Амазон можно купить, крысиная колода, я не знаю, хорошо ли видно, я вам сейчас покажу какие-нибудь из этих карт, вот видно какие-то, какая-то двуглавая крыса, вот, это вот первая, видите, вторая, тут много, много всяких разных крыс, я предлагаю, если уж хочется очень сильно гадать, то брать вот такую колоду, и на ней можно прекрасно сделать выводы о том, кто попадет на скамью подсудимых ГАГСом в трибунала в первую, кто во вторую, можно рандомно вытягивать любого, причем, понимаете, буквально я вам скажу, что каждый, каждый должен оказаться на этой скамье, вопрос только последовательности, уверена, что наши зрители разделят мою точку зрения, что буквально все достойны того, чтобы их нанести было на эти карты, потому что, ну, вопрос только еще раз подчеркну в последовательности того, как они и когда окажутся на скамье подсудимых ГАГСского трибунала. Там, не знаю, будет ли им параллельно еще для них открыта психиатрическая лечебница, где их, ну, попытаются во всяком случае так сказать заземлить, ну, вот объяснить им, что вся эта вера в магическое, волшебное, оккультное никак им не помогло и в итоге в ГАГе они все оказались. Да, мы на это очень надеемся и будет это в ближайшее время, поскольку мечты, мечтам суждено сбываться, как есть прекрасные высказывания. Мария, вам желаю хорошего дня, благодарен вам за участие в этой программе и еще раз зрителям напомню, друзья, не забудьте, у Марии есть свой YouTube-канал, обязательно поддержите ее работу и до новых встреч на нашем канале Политека.